здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос существует ли молитва от бессонницы то есть как было бы здорово если бы такие молитвы существовали я бы сам почитал и детям давал и не только детям и людям старшего возраста но к сожалению нет поэтому могу только порекомендовать во-первых не смотреть новости не листать ленты соцсетей как минимум за два часа до сна обязательно в течение дня должна быть физическая нагрузка хотя бы часа два если честно там тысяч 610 шагов хорошо было бы пройти на свежем воздухе побегать погулять погулять поиграть и в общем было бы здорово на самом деле физические труды залог хорошего спокойного сна мы почему все бессонница страдаем что работаем сидя за столом за компьютером бесконечно не так уж и много из нас занимается физической работой а кто занимается физической работой он только принял горизонтальное положение только ушку положил на подушку и все и сразу вырубился какая там еще бессонница к бессонница может быть у матери молодой или у матери троих детей куда сел там и заснул поэтому если конечно речь идет не очень-очень уже взрослом возрасте когда ты уже не можешь двигаться так как надо и так много как должно было бы и уже в просто уже такие некоторые физиологические изменения происходит то тут же сложнее но очень есть всякие травки муравки которые надо спать перед сном принимать и даже всякие таблеточки которые надо прописывают хорошие врачи если у тебя прям совсем болезненная история и тяжелое состояние а вот молитва не существует но надо сказать когда у тебя допустим ведь вечернее правило же прочитал банки ложусь а как-то не спится то просто начиная заново прочитывать вечернюю молитву которую знаю на зубок и потихонечку глядишь где-то там к 8 10 уже потихонечку засыпаю а если как бы не складывается уже все правило прочитала все еще не спится вот так сложилось или днем поспал или с ночью спал перед этим очень долго то лучшее средство бессонница это послание апостола павла включил свет аккуратненько или потели в телефоне включил и начинаешь читать послание к евреям галатам к ефеси нам и прямо хоп и смотришь уже все потихонечку мозги закипели и понимаешь что надо спать так хорошо действует догматическое богословие с одной стороны ты что-то новое узнаешь с другой стороны так она хорошо напрягает мозга что уже начинаешь засыпать быстрее ну все же были студентами помните как вы отчаянно боролись со сном готовясь к экзамену по философии или еще почему-нибудь такому очень зубодробительному филологическому поэтому пользуйтесь чтением хороших книжек перед сном лучше с бумаги не с телефона и уж ни в коем случае не думайте сейчас вот фильм посмотрю или в игру какую-нибудь поиграю из и заснул не ли не но у вас так растормошит что и раньше пяти утра вообще не ляжет ну вот такие дела друзья мы а специально молитвы к сожалению нет вообще молитвы друзьям это не заклинание если ты что-то прочитал тут не знать что она прямо бог обязан тебе это исполнить это немножко по-другому у нас работает внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео